Здравствуйте! В эфире программа о чём говорят. Сохранение культурного наследия для любой страны это государственный приоритет. Вот в Сочи прошел уникальный фестиваль. Замечательное действие. Первый всероссийский фестиваль народной культуры. Приглашались лучшие коллективы со всех регионов России. Самарская область представлял ансамбль народных инструментов Волга фолк бэнд. Именитые артисты говорят об этих ребятах как о музыкантах виртуозах и к нам в студию. Они приехали прямо с концерта. Здравствуйте! По-моему, я что-то в названии не совсем правильно сказал, да? Все абсолютно верно. Все абсолютно верно. Хорошо. Вот давайте знакомиться. Итак, я Дмитрий. Фамилия? Косякова. Дмитрий Косяков. Ирина Исаева. И еще раз Дмитрий. Дмитрий Буцаков. Дмитрий Буцаков. Насколько я понимаю, вы руководитель этой банды, да? Музыкальной. Бэнда. Да. С их разрешения, конечно. Да. В Сочи прошел совершенно замечательный, уникальный первый фестиваль, да? Который вот... Задача-то была, наверное, объединить народное творчество, да? Всей нашей гигантской страны. Вот насколько грандиозное было зрелище? Вот вам, как людям, которые внутри всего этого варились. Ну, Дмитрий, да, вам как руководителю, как говорится. Ну, у нас коллектив молодой. И для всего нашего коллектива это было такое первое грандиозное мероприятие, где мы действительно увидели все богатство, разнообразие российской культуры. От Калининградской области до Сахалина. Такого, наверное, не было очень давно. Это все отмечали. Это чувствовалось такой дух единства. Тем более, что весь этот фестиваль был приурочен к празднику народного единства. Самим понравилось? Понравилось. До сих пор вы... Вы такие грустные сидите, что я начинаю думать, а может быть, там все было не так уж хорошо. Мы после концерта. Да, дорогие друзья, я просто скажу, что ребята ко мне приехали прямо с концерта филармонии. Что за концерт был? В двух словах. Это был абонементный концерт. Абонементный концерт филармонии у нас радует. За цыганской кибиткой назывался. Вот так вот. И поэтому сразу после концерта сюда в студию, поэтому у них такой немножко уставший вид. Но давайте вернемся тогда к фестивалю. Что вам там, ну, я не знаю, понравилось больше всего? Мало того, что это было очень масштабно, ну, я, если позволите. Да. Это было еще очень-очень красочно. Представляете, большая сцена айсберга дворца. И вот выходит коллектив за коллективом очень красиво, очень ярко, очень все сочно, народно, все в народном стиле, если это русские представлены, если это представлены все-все-все национальности. Это и татары, и башкиры, и многие-многие-многие другие. Даже были у нас там с оленями, да, чукчи с оленями были. Мы со своими оленями приехали. Да, приехали прямо на сцену, ходили с оленями. Это было очень здорово, с барабаном и с оленем. Выставка потрясла невероятно. Это были представлены самые яркие вещи, которые делаются в той или иной области или республике. Каждый приезжал со своим товаром. То есть если это башкирия, то были какие-то пуховые платки. Я думал, что пуховый платок это из Оренбурга. Обязательно. Оренбург тоже пуховые платки выставил. Как-то так случилось. А вы с чем приехали? С бочкой меда? Самарский. Дело в том, что мы приехали, культуру привезли. Но у нас приехали художники. А остальные с платками? Нет, у нас приехали художники от Самары. Это немножко не к нам вопрос, потому что мы привезли свою культуру и свое искусство. А у нас была бригада, которая представляла нашу самарские выставки. Такое прикладное творчество. Интересно, что они привезли-то? Картины просто? Традиционные. Вязь, ремесла, резьба по дереву. Рисунки. Рисунки. То есть глиняное дело, гончарное. И мы знаем то, что именно наша экспозиция Самарской области выставочная вызывала огромный интерес, потому что она была живой, и все, кто отвечал за эту выставку и находился там, кураторы, они еще и были фольклористами. То есть они людей... Они еще и представляли, и зазывали. И пели, и водили хороводы там. Поэтому около этой выставки всегда было очень много народов. Я знаю, что ребята привезли фотографии. Нам, надеюсь, режиссеры сейчас покажут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательные на самом деле снимки. Я, знаете, прочитал много в прессе вообще писали о фестивале. И миссия была такова. Объединить на одной площадке все разнообразие национальных культур России. Донести до широкой аудитории, прежде всего, молодого поколения, что мы единая страна с богатой историей. Но я думаю, что удалось, потому что и отзывы были совершенно замечательные. Вот Дмитрий такой молчаливый сидит, слушает нас. Устали после концерта, понимая. И тем не менее. Вот как вам? Вы балалайщник, правильно? Да. В принципе, почему балалайка? Почему мы выбрали этот инструмент? Мама в школе в детстве хотела на балалайку. И все. И на всю жизнь. Но вы оба балалайщники ведь, собственно говоря. Да. В этом есть что-то очень странное. Смошенниче. Сегодня увидеть действительно на улице двух балалайщников рядом – это огромная редкость даже для Москвы. То есть, мы не понаслышке знаем, что такого дуэта в России уровня. Балалайка, гитара, балалайка, фортепиано. А вот чтобы две балалайки. Две балалайки, просто две балалайки. Два баяна есть, да, известные. Ирина, ты можешь назвать нас вместе первооткрывателем? Абсолютно. Абсолютно первооткрывателем. Две балалайки – это перевод. Две балалайки – это перевод. Одна много. Одна очень красивая, на самом деле. Ребята очень скромные. Отдаются этому искусству, этому творчеству со всей душой. И, наверное, так, как поет балалайка, не поет даже домра, хотя я дам рейст. Вот так вот. Она такая, да. Как вы понимаете, вы знаете вообще, что меня подкупило? Я когда узнал, что вы ко мне приедете, начал так копать, что такое интересное, и про вас посмотреть, и вот что меня подкупило, я на одном из сайтах прочитал, что вы считаете своей, что балалайка – это уникальный русский инструмент, и он кладезь тайн и загадок, которые вы продолжаете разгадывать. Абсолютно так, да. Я вот как человек со стороны, да, я понимаю, там обычно такие вещи говорят, там, орган, да, фортепиано. А это балалайка – инструмент с кладезем тайн и загадок. Здесь же все очень тонко. Мне нравится, что Ирина начинает на этот вопрос отвечать. Да, я продолжаю, Дмитрий нас закончит. У нас не все еще загадки разгаданы, не все приемы игры изучены, и очень много музыкального материала, который мы хотим еще сыграть для слушателей. Балалайка – очень молодой инструмент по историческим меркам. Чуть больше века балалайка в том виде, в котором вы ее сейчас видите. Огромная заслуга выдающегося деятеля, музыканта Василия Васильевича Андреева. В конце XIX века он реставрировал, реконструировал балалайку, привлек скрипичных мастеров, которые обладали, то ли знали правильное звукообразование, акустические свойства, и создал балалайку. И мечта Василия Васильевича Андрея была в том, чтобы сделать балалайку во Фраке. Собственно говоря, он эту мечту воплотил, создав Великорусский оркестр в конце XIX века, выступив с гастролями в Великобритании, настолько успешными гастролями, что его там оркестр оставили, где он месяц давал концерты, после чего по приезду уже в Россию в начале XX столетия оркестру был присвоен статус Великорусский. То есть при дворе. И мы знаем то, что и царевич Алексей учился играть на балалайке. И, конечно, нам за честь продолжать такие дивные традиции нашего отечественного. Замечательно, на самом деле, потому что большинство телезрителей, что уж скрывать, на самом деле балалайка ассоциируется, сидят на завалинке мужики и играют. А оказывается, вот оно как все, глубоко. Насколько я понимаю, сейчас довольно-таки много у вас концертной деятельности и в филармонии в нашей Самарской. Ездите по городам весь. И мы с известными людьми встречались. Я видел вашу фотографию с Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что таких встреч у вас вообще немало. Насколько велик интерес к фольклорной музыке? А то мы часто говорим о классике. А здесь можно вообще как-то провозить параллели? Главное – это с зрителем встретиться. Главное – донести зрителя или нам. Донести музыку – не вопрос. То есть, когда мы встречаемся с публикой, я думаю, что здесь уже понимание идет стопроцентное. Причем любой публике, будь это люди достаточно серьезного возраста, будь это молодые люди, мне кажется, что легко находим общий язык. Правда? С любой публикой. Но дело в том, что тембр наших инструментов – он исконно русский. И мы чувствуем, что наши зрители нуждаются в этих звуках. То есть, ну, как вам объяснить, то, что происходит преображение. Классика – это классика. А фольклор, как бы он сейчас не превратился в отдельный жанр. А фольклор – он глубже классики, мне кажется. Да, он глубже классики. Он вообще где-то там. Он ближе и лучше воспринимается публикой, чем, может быть, какие-то классические вещи. Причем не обязательно играем какую-то специальную музыку. Мы можем играть и классическую музыку, и современную музыку, и эстрадную музыку. То есть, у нас все с удовольствием это может происходить по-разному. То есть, если говорить об эксперименте, у нас «Волга Фолк Бэнд» – довольно-таки традиционный ансамбль народных инструментов. Но даже на концертах мы уже стали применять процессоры эффектов. То есть, когда не один человек поет, а поет хор. То есть, мы экспериментируем с Дмитрием Владимировичем Косяковым. Мы играем в двух жанрах. Акапельно, когда тоже процессоры эффектов. То есть, люди не узнают балалайку в традиционном смысле, но тембр передается. И под минус. Когда мы на большой сцене, ярмарка, то есть, вносим эстрадные нотки. И люди тогда думают. И так, и так. Электрогитары, можно сказать. То есть, электробалалайки. Тем самым родители открывают глаза на это все дело. И, конечно, с удовольствием отправляют своих детей в музыкальные школы. А у нас балалайка как в музыкальной школе? Так и есть балалайка. Так и есть балалайка. Балалайка. У нас есть... Не, я понимаю, там многие на гитары отдают, на скрипку, на фортепиано. Вот балалайка мне всегда казалась где-то немножко там... Все правильно. Все дети приходят в основном учиться на гитару. Но когда пальчики маленькие, и детки маленькие, им говорят иногда... Давай попробуем на балалайке. Попробуй сначала на балалайке. Обманывают. Обманывают, да. Обманывают, да. Но дети потом не жалеют нисколько, да? Дети не поддавайтесь. Наверное, Дима тоже пришел на гитару. Нет, у меня сразу на балалайку. Сразу отдали на балалайку. Я, сколько на маленьких. Подсказывает мало времени. Я, тем не менее, хотел затронуть еще одну вещь. Музыкальный фестиваль «Открытое небо, открытые сердца». А летом он у нас шел и, в принципе, как бы в августе завершился. Но гала-концерты продолжаются, насколько мне известно. И в ноябре месяце, и, по-моему, до декабря они у нас будут идти. Вот в двух словах буквально. Это же тоже такой... Это ваше детище, как бы, я бы сказал. Дим. Ну да, это наше детище во многом благодаря нашей Самарской филармонии. Потому что мы заручаемся большой поддержкой Самарской филармонии, Министерства культуры, Департамента культуры города Самары. И благодаря вот этим административным структурам мы создали и проводим уже второй сезон. Замечательный музыкальный фестиваль. Почему замечательный? Потому что у нас появился уже постоянный слушатель, который приводит своих друзей. То есть у нас аудитория расширяется. Вот у нас фестиваль проходил в парках, на набережной. Вот, Дмитрий, тебе где больше нравилось играть? В парках или на набережной? В парках. А мне молодее очень понравилось. Ну, то, что на набережной хочется купаться. А Ирина сейчас скажет, что мне филармония нравится. Там теплые. И закрыто где... Да, на самом деле, мне кажется, все равно, где вы играете, самое главное, чтобы были слушатели, приходили люди, которые с удовольствием слушали вот эту вот музыку, которая издревле где-то там у нас у всех дремлет, да, и всегда душа откликается на нее. Спасибо вам большое. Правда, успехов в творчестве. А я на том, что это была программа «О чем говорят», смотрит нас на канале «Губерния». Вам спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok